Здравствуйте! Нам часто наши зрители задают вопросы, зачем и когда можно венчаться? Если мужчина и женщина разводятся, можно ли развенчаться? На эти вопросы ответит ключарь Германовского собора Симбирской епархии Иерей Антоний Закурдаев. Таинство венчания – это одно из семи таинств Русской Православной Церкви, в которой двое людей соединяются вплоть в едином, как говорит апостол Павел в своих посланиях. В этом таинстве происходит обручение, которое совершалось испокон века в Церкви, которое совершается всегда с освящением колец. После самого обручения совершается уже чемпоследование самого венчания, в которых на двоих венчающихся, прочующихся одеваются венцы, которые символизируют венец мученичества. Почему мученичество? Потому что семейный союз – это в первую очередь отказ от своих внутренних желаний ради другого человека. Это взаимное проникновение одного в другого для того, чтобы стяжать благодать Витага Духа, для того, чтобы быть в союзе, в мире. Сейчас очень часто приходит с вопросом о том, каким образом происходит развенчание. Развенчания в Православной Церкви не существует. Что Господь сочетал, то человек да не разлучает, говорит апостол Павел опять же. Существует благословение на повторный брак. Если двое супругов не смогли найти общий язык, есть определенные канонические правила, при которых этим супругам дозволяется сочетоваться с вторым браком. Эти условия очень строгие, очень четкие и определены в канонах Православной Церкви. Также часто задают вопрос о том, венчают ли Великим Постом. В Великий Пост венчание не совершается, потому что Великий Пост – это время сугубой молитвы, это время сугубого соработничества человека и Церкви, это время сугубого соработничества человека и его внутреннего состояния для борьбы со своим грехом. Для этого в это время Святая Церковь на время поста не благословляет несовершение браков, так же, как и супружеских отношений. В связи с этим брак и венчание в это время не совершается, и возобновляет совершение венчания только на первую неделю после Пасхи, на антипасху так называемую. Еще ее на Руси называют Красной Горкой. Вот была на Руси русские обычаи очень частые, популярные в древности, когда в это время на Красную Горку собирались, венчались даже по нескольку пар. Субтитры создавал DimaTorzok